Всех приветствую, друзья! Добро пожаловать на канал! Тема сегодняшнего урока у нас Дошифровка зашифрованных разделов гостевых операционных систем Переначально, что бы я хотел сказать Я бы хотел поблагодарить бы человека под никнеймом Антон Павлов который неравнодушен, задает корректные и, скажем так сложные вопросы, которым приходится реально думать и шевелить мозгами. Если вы помните, в предыдущем видеоролике мы с вами изучали шифрование гостевых образов дисков внутри Соответственно, у нас дистрибутив, он у нас не зашифрованный а именно сам образ зашифрован то в более ранних видеороликах мы использовали команду KEMU NDB которая преобразует блочные гостевые образы в блочное устройство и, соответственно, у человека тоже был на тот момент вопрос в виде если файл системы зашифрована как монтировать, то, соответственно убьем двух зайцев и сегодня я вам продемонстрирую как это можно дело реализовывать Переначально, что нам с вами надо сделать это понять, где у нас расположены так называемые пулы а именно, если вы помните, мы создали отдельно криптованный раздел, соответственно, он у нас называется криптинг диск давайте посмотрим, что там внутри введем командочку вирш воу-лист и, соответственно, введем пул, который называется криптинг диск как мы видим, дебиан-крипт лакс у нас находится в директории в root крипт диск и, соответственно, данный раздел реально является зашифрованным чтобы мы могли с вами это посмотреть введем командочку KEMU AMG инфа и, соответственно, вставим именно наш дебиан-крипт лакс в котором, собственно, отображается вся подробная информация по данному образу как мы видим, у нас данный раздел является encrypted соответственно, зашифрованный у нас алгоритм IS-256 файл-формат у нас лакс как бы, фактически, это все, да не все потому что нам, помимо этих опций, нужно еще обозначить секретный пароль и нам нужно также обозначить тип самого блочного раздела то бишь, в нашем случае, это RAV откуда и где это смотреть переначально мы введем командочку вирш, опять же, wall-dump.xml выберем pull, который у нас является крипт и возьмем wall с названием дебиан-криптовакс собственно, в таргете, где у нас описывается мы должны найти формат типа RAV либо это будет кукол, либо еще что-то ну, так как вы знаете, что кукол не поддерживается по каким-либо причинам опять же, это может быть проблема разработчика или еще кого-то, не знаю не могу судить то я указал при создании шифрования, соответственно, формат RAV и encryption формат у нас LAX с поддержкой пароля пароль у нас хранится в вирш секретс соответственно, в нашем случае нужно знать то, что формат у нас RAV LAX у нас в шифрованный раздел и далее нам нужно понять, где лежит у нас все это дело окей, зайдем сразу в крипт диск посмотрим, что у нас только один дебиан-крипт и теперь мы с вами посмотрим на пароль где это все дело располагается введем командочку вирш секрет лист вот у нас юит для нашего бочного устройства и теперь мы попытаемся его дешифровать первоначально, что нам нужно сделать это взять зашифрованный раздел выбрав опцию секрет А5 и так далее как мы видим, у нас пароль зашифрован в Base64 для того, чтобы его декодировать мы введем команду Base64 с ключом D и сразу я его запишу пусть это будет PassVD.txt пароль у меня MyMegaPath собственно, как мы видим при установке и конфигурировании шифрованных разделов мы указывали данный пароль если мы с вами попытаемся ввести пример опять же воспользуемся опцией так, давайте убедимся, что ls-mod мы с вами сделали grab nbd нет, он у нас отсутствует соответственно, нам надо с вами mod-probом добавить nbd-модуль для нашего ядра еще разочек посмотрим, что у нас данное ядро теперь подгрузилось модуль nbd подгрузился в ядро linux и теперь, если мы с вами введем командочку к ему nbd выполним connect на connect на устройство dev nbd 0 после чего выберем Debian Crypt Luxe то нам скажет, что требуется указать параметры такие как k-secrets для алгоритма шифрования мы помним, что у нас он AS диск у нас зашифрован в формате LAX сам формат диска у нас RAV и пароль у нас MyMegaPath который сейчас уже лежит у нас в файле PassWD то есть, если мы с вами его посмотрим то MyMegaPath у нас он определился теперь, если мы с вами захотим все это дело подмонтировать, нам нужно выполнить следующее вводим команду к ему nbd нам нужно описать в параметре object secret, так называемый, secret file соответственно, нам нужно выбрать вначале ID данного параметра потому что мы его будем еще описывать для диска пусть это будет sec 0 это не принципиально после чего мы должны с вами указать формат диска который у нас является RAV и файл с паролем соответственно, который PassWD здесь же мы его и опишем пишем файл равный PassWD txt после чего нам с вами требуется указать connection опять же пишем connect и устройство на котором у нас будет nbd 0 после чего нам нужно поработать с опциями для наших образов называется она imageOpts в которой мы должны указать драйвер шифрование драйвер пишется как lax после чего мы с вами должны выбрать файл name для нашего соответственно образа диска так и пишем file.file name равное debin crypt lax и укажем key secret который у нас является key тире ну давайте скопируем чтобы понимать key secret равный id а именно это будет sec 0 вот таким вот способом у нас все это дело должно заработать если я нигде не ошибся опять же убеждаемся формат рав пароль у нас мы мега пас в опциях мы указан драйвер lax для диска debin crypt lax соответственно все остальное у нас должно заработать если все у нас отработало то никаких в стада от ошибок не посыпется а теперь дело за малым остается выполнить командочку vg scan мы увидели что у нас дебин крипт vg появился давайте его активируем vg change а y все наши лвм разделы активировались посмотрим что у нас лс блк теперь разделы имеются вот они они mbd 0 и соответственно md mbd 0 p5 является лвм разделу для root и свопа создадим директорию mkdir mnt mbd 0 5 после чего мы туда все это дело подмонтируем mount введем dev debin crypt vg укажем директорию root mnd nbd p 0 5 после чего мы можем с вами ввести команды chroot то бишь попасть внутрь данного дистрибутива при помощи опции bin bash мы соответственно будем работать уже с переменами баша что ж давайте посмотрим что это реально debin выберем release debin 10 соответственно бастер после чего мы выполняем какие-либо работы что-то там сделали поставили установили проверили что у нас выход в мир есть все хорошо да яндышко наш несчастный поработал можем к примеру сделать apt get update не принципиально как видим из предыдущих видео уроков у нас зеркало было миром карбина нет и далее уже сделать допустим апгрейд ничего обновлять не нужно ладно не принципиально после чего мы какие-то в опции сделали теперь мы разогинимся нам нужно сделать unmount соответственно устройство mnt hdb 0 0 p5 и при помощи команды кему n беде опять же с ключом d чтобы означать disconnect отключаемся от debian cryptox все мы разогинились друзья если у вас имеется вопросы по монтированию шифрованных разделов пишите не стесняйтесь навсегда буду рад помочь ну а так как всегда я говорю вам подписывайтесь ставьте лайки и пока пока